всем привет мои хорошие мои друзья и у нас нет еще пока ажиотажа но вот у нас закупка сегодня коронавирусу решила все-таки закупиться заранее потому что у меня маленький ребенок и не каждый день могу выйти и пойти в магазин тем более с маленьким ребенком я вообще не могу выйти в магазин поэтому пока что взяла бабушка ребенка я побежала магазин муж допоздна работает поэтому все это я принесла одна вышла у меня на тысяча семьсот семьдесят шесть рублей все вот это вот сделала я 4 ходки целых четыре представляете думала больше будет вот но пока что это еще не все купила осталось мне докупить геркулес потому что геркулес все-таки дима кушает хорошо лучше ест вот геркулес завтра на творожок я еще докуплю молоко детское посмотрю решила закупиться заранее потому что коронавирус может прийти в любой момент абсолютно в любой вот поэтому я все-таки решила закупиться решила вот записать вам ролик сегодня у нас 13 марта как выяснилось даже пятница 13 у нас сегодня теперь эту пятницу 13 запомни на всю жизнь как я делала 4 ходки потом я даже взвесилась взвесилась была вся мокрая и сбросила килограмм пока я бегала туда-сюда вот давайте посмотрим купила я хотел сказать батон купила я скорее всего сделаю сухарики это уже прямо совсем уже такой черный черный день когда закончится мука и не будет хотя бы его чтобы размочить и что-то с ним сделать ну короче вот так вот хотела взять два но взяла один не знаю почему вот купила я муку муку я скупила все последние остаточки вот то есть всю муку забрала здесь по 2 килограмма стоила на где-то в районе 80 рублей 1 2 3 4 5 6 7 7 штук вот здесь как раз 12 килограмм по моему получается вот ну потому что мы хлеб готовим каждый день не каждый день а часто я готовлю хлеб сама плюс я надеюсь что я буду может быть какую-то выпечку делать то есть мука нам понадобится и пока на нее там была скидка пока нет такого сильного ажиотажа я решила взять пускай будет мука нам в любом случае пригодится так тут вот я колечко давно хотела попробовать я была на диете сейчас уже не на диете уже я ролик буду отдельно записывать взяла попробовать интересно наверное вкусно так мыло сейчас самое важное у нас это мыло тут какое-то мыло оно стоило 11 рублей вот я взяла 4 штуки много брать не стала потому что написано эконом я подумала вдруг оно плохое вот ну и конечно же каши ну блин каши они в любом случае пригодятся понадобятся рис я взяла 4 штуки у нас он по 50 рублей это довольно дороговато я все таки надеялась что рис будет подешевле к рису я взяла пшонку каша дружба у меня сын прям прекрасно ее ест очень нравится пшонка 5 штук я постаралась взять все по 5 штук гречка тоже 5 штук здесь у нас что у нас такое общем пшеничка пшеничка да пшеничка короче не помню что это за каша вот честно не помню какая-то там пшеничка она стоила 23 рубля где-то я взяла но это я наверное оставлю совсем на черный 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 день когда уже будет когда мы уже вот это вот все съедим и уже будет кушать нечего вот наверное останется по пачке даже на наставлю пшеничка и тут по моему ячменевая да вот она ячменевая тоже не помню что это за каша я помню по моему что она довольно жестковатая вот из этих вот штучек вот ну и гороховую одну взяла мы особо горох не едим он постоянно вываривается и вываривается вернее сбегает постоянно это не очень приятно вот ну конечно же я взяла три курочки взбрала их перекрестки там уже цена поднялась а стоили они где-то 90 или 99 за килограмм позапрошлые выходные сейчас уже 103 стоит они за килограмм ну куда деваться я взяла три курочки скорее всего я сейчас разделаю разложу по пакетикам и потом ну заморожу и потом просто буду доставать понемножечку там делать из крылышек супчик из ножек там посмотрим запеку или тоже супчик может быть посмотрим то есть ну так вот вот полки у нас покажется еще не пустые но в перекрестке кстати ажиотаж на крупы пошел там были пустые полки я снимать не стал пока что нет полок пустых я подумала ладно чем снимать народу много но пока никто ничего не закупается просто ходит по магазину смотрят друг на дружку покупают свои обычные продукты но некоторые люди все-таки уже закупаются затариваются продуктами впрок то есть но есть такие ну правда я думаю сейчас лучше надо закупиться потому что у нас доллар там подымается да то есть цены у нас будут расти поэтому лучше сейчас это сделать вот завтра я сейчас у нас уже темно уже вечер завтра я тоже пойду магазин и просто докуплю оставшиеся продукты и все и мы будем жить дальше будем ждать придет к нам вирус или не придет я надеюсь то что не придет надеюсь вот ну и завтра конечно покажу что я купила еще вот так же нужно будет еще купить пару круп которые мы будем сейчас есть до вируса когда уже придет вирус мы будем начнем кушать все вот это вот мука у нас там есть мыло пока есть мясо тоже пока есть что есть вот а вот крупы немножко наверное я куплю завтра может быть вот я наверно куплю завтра гречку скорее всего рис у нас уже мы ели нам надоел может быть вот так вот как раз вот три пачки вот так вот куплю надо попробуем что такое вот это у нас и все это сейчас я не сейчас или может быть завтра и не знаю попозже отдохну буду все это переносить в шкаф хотела я все это на балкон крупы но мама говорит они там спотеют не надо придется сейчас все это в шкаф перетаскивать и сюда-то на стол еле перетащила хотела сначала по пачке перетащить потом думаю ну чё по пачке буду вам показывать сразу уж много покажу вот поэтому и вам я советую затаривайтесь затаривайтесь сейчас лучше чем потом не дай бог придет этот вирус и начнете бегать по магазинам а чё а где а как купить да кстати колбаса вы видите что у нас нет колбасы у нас так у нас нет колбасы у нас нет сахара да чё у нас там что-то у нас там много чего сладкого нет да сладкое у нас есть я покупала на обзоры я буду постепенно делать обзоры и как бы они будут с обзоров у меня оставаться а сахаром и в принципе не едим сахар пачку сахара мы съедаем за один год одну пачку но у меня есть три пачки на всякий случай я купил для варенья и колбасы колбасы мы в принципе не едим поэтому смысла нет сыр я думала купить но опять же он недолго пролежит он не будет лежать месяц два три то есть но можно заморозить я пробовала замораживать но это немножечко уже не то он все-таки меняется то есть заместо колбасы у нас вот мясо курица ну и также у меня там морозилки есть фарш ну там короче мясо вот так вот завтра вернее уже через секунды вы увидите что я куплю завтра вот все это будет в одном ролике и у нас вторая часть сегодня я сделала тоже 4 ходки вермишель много заняла место вермишель я покупала фикс прайсе здесь вот такие и перышки я одни взяла я их не особо но просто взяла пускай будут такие мне больше нравятся и спиральки спиральки и спагетти одна у нас одна есть где-то половинкой взялась еще одну так здесь я уже взяла в другом магазине в магните по моему вермишельку это для блюда по-флотски ну там с фаршем вместе взяла две разные вот это по моему стоило 17 15 рублей стоило это дешевле так это фикс прайс печеньки по 11 рублей халва взяла это я хочу конфеты с халвой сделать шоколад с халвой я вот еще кстати купила не знаю попробуем понравится это то еще купил там 21 рубль за 100 грамм колечки в перекрестке вчера я брала попробовала мне очень понравился они такие прям мягкие раз ну такие рассыпчатые сладкие вкусные обалденные так это магните я взяла по 10 рублей 10 или 11 где-то там 7 пачек вот геркулес у нас уходит очень хорошо дима его просто обожает вот поэтому взяла побольше но думаю нужно было взять еще больше ну поскольку я была в этом магните я взяла влажные салфетки а до этого как-то очень давно брала 10 штук и взяла еще 10 они в любом случае понадобятся даже если они высохнут их можно намочить их проспиртовываю есть у меня отдельный рецепт как я это делаю вот ссылку в описании оставлю здесь 15 штук стоило 6 рублей до этого я покупала за 5 рублей вот то есть доллар поднялся цена тоже так также зашла светофор там битком было народу было много просто уйма очередь была на каждой кассе человек по 10 по 15 очень много вот тем не менее урвала майонез его в последний момент начали выкладывать что-то подчуяла надо идти пошла смотрю тут майонез выкладывают майонеза я беру только рик он больше ну состав у него по натуральному также я взяла там укурузное масло я давно хотела попробовать взяла его так это я взяла магните тоже масло для салатиков ну вроде как написано ароматно не знаю посмотрим так это у нас ведь в прайсе я взяла губки на всякие пожарные еще вот и также я светофор поехала за дрожжами изначально но взяла побольше вот такие вот дрожжи они очень хорошие на них тоже был обзор мне очень понравились а самое главное что хлеб от них не по то есть дрожжами хлеб не пахнет это меня удивило чем дрожжи дешевле тем лучше так здесь я взяла рис по моему даже муж покупал вот этот рис магните там я вчера брала пятерочки ну не знаю попробуем потом если что отдадим кому-нибудь если не понравится вот ну рис это на сейчас кушать до вируса пока вирус к нам не придет мы должны чем-то питаться вот у нас будет рис у нас будет пшеничная пшеничная да пшеничная каша гречка одну я себе другую я подарю маме теперь мы будем дарить друг другу каши я так понимаю потому что это самый ценный наверное продукт который уже не сладко как раньше дарили а уже каши уже обмен наверное будет кашами скоро вот так взяла я себе мороженку ну хоть у нас конечно и вирус скоро придет и короче взяла себе мороженку себя немножечко порадовать свою любимую вот эту вот народную мне тоже был обзор она очень такая вкусная кругленькие вот эти вот они хоть калорийные с них набираешь вес но я взяла мне так захотелось их так же взяла я салат под шубой во время диеты я прям очень его хотела ну там я на него наверное сейчас делаю обзор вот я подумала что нужно сделать обзор но салат ну это интересно и он упакованный также взяла пиццу на нее тоже будет отдельный обзор записывать я его буду сегодня а выйдет он где-то там на неделе следующей неделе то есть как-то вот так вот обзор будет выходить через каждые два дня где-то на третий вот так наверное будет идти не как было раньше каждый день там будет по-другому потому что на обзор на самом деле у нас очень много продуктов просто уйма нет не этих продуктов а других так это еще не все сейчас я наверное это все уберу и там еще чуть-чуть продукты покажу вот они просто у меня находятся в холодильнике и в морозилке тоже и просто они сюда уже не помещаются сейчас я пойду это все убирать и также вам покажу шкафчик как у нас там все стало вот по-моему а, да, еще курица курицу я купила это я от Димочки супчик буду варить наверное завтра, послезавтра вчерашнюю курицу я разобрала все заморозила уже еще вчера вот тут вот а вот кстати батон я не стала его в духовку отправлять пускай он на подоконнике сам сохнет постепенно вот потом я уберу это уже хлеб прям на совсем-совсем черный-черный день а вдруг не дай бог там пропадут продукты или закроются магазины там ну продукты в магазинах пропадут то есть настанет такой самый черный-черный день не дай бог и чтоб вот как раз у меня будет хлеб у меня будут такие вот запасы знаете я уже идя домой и думаю блин про себя Наташа я наверное очень много купила зря наверное я купила где-то потратила на все это около трех с половиной тысяч рублей вот ну подумала потом а вдруг действительно продукты исчезнут я смогу хотя бы помочь родителям допустим маме дать какую-то там пачку гречки там или чего-то там вермишели да бабули там дедуля то есть ну какая-то от меня будет помощь поскольку у меня так их много вот конечно не знаю все это мы не съедим может быть ну останется в любом случае наверное все лето будем есть ну и так же мы же не знаем сколько к нам вирус придет сколько времени он у нас по городу будет гулять неизвестно месяц два три четыре неизвестно сколько мы сможем просидеть дома насколько продукты поднимутся в цене мы это тоже не знаем поэтому мы закупаемся вот так вот впрок лучше сразу закупиться чем потом переплачивать в два в три раза дороже за те же самые продукты а так вот хотя бы есть ладно сейчас я покажу третий столик наш не переключайтесь оставайтесь на линии так и наш третий столик последний наконец-то купила я цветную капусту это буду варить уже сегодня-завтра ну скорее всего завтра наверное суп но на нее тоже скорее всего будет отдельный обзор здесь написано килограмм мы с вами будем узнавать действительно ли там килограмм или нет когда она разморозится и сколько у нее будет воды сколько самой будет у нас цветной капусты и сколько воды все это мы будем с вами узнавать пойдет на обзор так тут у нас сметана это светофория это тоже светофория люди очень хорошо ее там берут я первый раз кстати увидела ее я видела только творог люди говорят и творог хороший сметана хорошая я сомневалась но решила взять ладно думаю нужна здесь странно написано 0,8 то ли 8 грамм то ли 80 грамм то ли 800 грамм ну по сути она такая большая я думаю что здесь 800 грамм почему написано просто 8 это как бы странно она аж до 5 апреля может лежать хотя у нас уже середина марта да хотя да нужно будет уже использовать но я ее взяла для выпечки у меня есть как раз маслица сметанное тесто я буду делать вот ну и как бы вот взяла для сметанного теста и ну где-то в пятерочке взяла по акции если бы знала тогда не брала бы как бы и вот есть ну скорее всего наверное вот эту я съем сметанку просто с сахаром вот потому что мне нравится очень сметана с сахаром это вкусно так светофори также взяла чебуреки это тоже на всякий случай но иногда хочется чего-то такого пожевать ну при этом мы как бы с Женькой очень их любим они вкусные там много мяса ну его прям много так здесь у меня молочко кувшин молока что там молока целый литр вот на него скорее всего наверное тоже будет обзор вместе с вами попробуем кефир я сейчас начала пить кефир то есть каждый день я выпиваю по стакану кефира мне нравится так творог 9% тоже кувшин молока это у нас приезжает машина как бы грузовик и продает у них кстати творог очень вкусный кефир бесподобный молоко еще не пробовала вот хочу его вместе с этими с кукурузными хлопьями покушать вот так творог значит один творог я заморожу другой творог я буду есть хочу себе перемешать его вместе с курагой вот что-то вот такое вот вкусненькое сделать потому что зиме я делала и сама попробовала я в этот момент была на диете очень вкусно и третий творог скорее всего я его просто перемешаю добавлю зелень наверное соль наверное половиночку возьму из половины творога здесь 500 грамм получается в одном пакетике и хочу сделать из него как сливочный сыр типа как вот альметы что ли или как вот их там вот продают ой кто-то там падает вот то есть вот так вот у меня ну один творог заморожу скорее всего я из него сделаю выпечку потом как будто я сметану купила сначала у меня будет из ягод у меня там ягоды как раз нашлись много я хочу из ягод сделать пирог в ближайшие вот эти вот дни вот на неделе а потом я хочу сделать вот творожный наверное вот или слойки может творожный ну что-нибудь с творожком хочу сделать вот и так же у нас будет вот супик супчик из цветной капусты и с вами ее проверим посмотрим какая же она лекарство ну я не стала покупать лишнего ягодам в аптеке ру я заказала себе гематогенку одну вот эксперт волос я уже допиваю третью пачку ой вернее купила третью пачку допиваю только вторую ну решила купить думаю что же я начала пить в принципе волосы растут мне кажется они даже по гусей немножечко стали и выпадают но очень мало прям меньше не очень ну как бы меньше вот и Диме Аква Д3 у него закончился мы до сих пор пьем врач сказал надо пить вот я заказала тут у нас за все вместе вышло 624 рубля где-то так а вот 642 перепутала да вот и по-моему по-моему все то есть вот вот такие у нас покупки через вернее перед перед коронавирусом мы запаслись коронавирусом мы готовы конечно не хочу чтоб он приходил очень сильно переживаю за свою маму которой придется ходить на работу придется ездить на автобусе при этом в нашем городе город на наш до сих пор не завезли маски их нигде нету есть на Азоне 50 штук стоит 2000 но они очень быстро исчезают и сазона надо заказать на 3,5 чтоб доставка была бесплатная вот чтобы вообще она была ну не знаю как то вот так вот и даже не знаешь что делать вот в принципе это все пожелаю вам наверное здоровья чтоб не дай бог в ваш город пришел этот коронавирус пожелаю наверное очень хочу чтоб он уже перестал вообще появляться чтоб он исчез не расходился по всем городам вот всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно свой и всем пока пока так сходила я снова в магазин купила я еще фарш сегодня килограммы хочу вермишельку по-флотски сделать сегодня завтра также купила творожок еще один сделаю завтра пирог с творогом там другой творог я заморозила пускай он там останется а из этого творога я сделаю пирог так и так же я сходила в перекресток купила еще две пачки муки здесь 4 килограмма вот попробуем еще вот такую вот муку как раз вот мне пойдет на тесто она может быть на всякие вкусняшки потому что вирус неизвестно на сколько времени он затянется чтобы было и была на нее как раз скидка такую я еще муку не пробовала на нее даже наверное будет обзор также купила водку для протирки вот стоила там 230 240 что ли там где-то вот как-то так полкило господи 500 миллилитров ну ручки вот протирать вот сегодня вечером я уже сына заберу домой и мы зайдем все полотенце которое вытиралось за все это время руки я уберу в стирку повешу новые также после у нас же была еще знаете там еще ролик не вышел наверное где-то сейчас выйдет он ремонт в туалете был конечно работал мастер он выходил постоянно туда-сюда то есть сейчас вот эти вот все ручки они грязные двери ручки тоже вот здесь вот сына мы зайдем домой уже и все и мы все перемоем там муж будет приходить он будет сразу надеюсь мыть руки сразу буду открывать уже дверь в ванную быстренько ручки помоет и все чтобы у нас здесь было чисто и так же я телефон свой протираю спиртом и камеру обе камеры тоже спиртом протру и все чтобы у нас дома не было вирусов чтобы потому что очень неудобно когда моешь руки по 20 раз на дню ну ладно там перед едой а когда там взял телефон бежишь руки мыть взял это бежишь руки мыть ну неудобно вот да так же я купила еще 13 штук геркулеса здесь по 400 грамм геркулес у нас уходит вообще очень быстро я люблю его на завтрак сухим вот поесть ну просто кипяточком залить а сын любит именно кашу вот поэтому я взяла побольше и на всякий случай если действительно у нас все будет так плохо чтобы я могла отдать маме потому что мама у меня тоже очень обожает геркулес вот и так же вот я ей в подарок печенюшка там вот я делала обзор подарю ей пачку гречки и подарю ей геркулес пускай она такой попробует может быть ей понравится и она купит он стоил у нас со скидкой 11 рублей в магните вот так же я купила сухофрукты у меня вышли почти на 900 или 800 там сколько-то рублей 800 по-моему или 900 короче здесь килограмм изюма чернослив полкило так там у нас курага и килограмм грецких орехов я очень люблю грецкие орехи вот поэтому взяла килограмм ну сухофрукты как раз очень удобно есть вместе с геркулесом в последнее время мне очень-очень нравится так да там творог еще у меня и фарш все сегодня вот то что я купила больше я не пойду уже в магазин ничего больше покупать не буду а ну останется купить еще муж докупит памперсы картошку и морковь и все остальное все у нас есть на всякий случай лучше пускай будет чем потом бегать ажиотаж потому что вчера я смотрела новости в америке там уже ажиотаж начался и в магазин очередь на 300 метров вот зачем это когда стоишь в очереди и не знаешь попадешь в магазин или нет а что останется в магазине а что я куплю там то есть да допустим в перекрестке у нас уже каш нету то есть ну круп нет уже все остались единицы в магните еще есть вот в пятерочке заканчивается тоже в пятерочке мука уже заканчивается если будет работать допустим не будет же все магазины у нас здесь в округе там порядка десяти магазинов с каждой там стороны каждый там по два по три штуки они же не будут все правильно работать будут наверное на районе там там в нескольких кварталах наверное будет работать там один два магазина то есть будут там кропы или не будут какие вообще там будут продукты то есть ну мало ли лучше закупиться и сидеть спокойно ждать вот и все то есть ну вот так вот у нас всем спасибо за просмотр не болейте всего вам самого-самого хорошего надеюсь мы с вами еще встретимся после вируса всем пока-пока с вами был канал артмания по всему вируса и и это до 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 Продолжение следует...